Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем с вами рисунок мужской фигуры в контрапосте. В предыдущих сериях мы с вами занимались тем, что брали сначала общие пропорции движения, характер форм, да, и потихонечку мы уточняли все эти вещи через то, что мы последовательно перемещаемся по всему рисунку. Вот сейчас можно посмотреть, как бы вид без искажений был у нас. И, соответственно, мы, глядя на каждый участок свежим взглядом, мы проверяем его по рисунку. Ну и, как правило, всегда есть что уточнить, поскольку мы движемся от общего к частному. От общего к частному что это означает? Что мы каждый раз стараемся посмотреть на общий обрез, на движение, на характер основных форм. И если это взято, то мы стараемся взять это еще обостреннее, а под это дело мы туда немножечко еще добавляем детализации. Детализация, она добавляется, знаете, как ответ на то, чтобы взять еще конкретнее, еще острее. То есть, желательно, чтобы детализация у нас была бы не просто заполнением пространства, а возникало бы как следствие того, что мы большое пытаемся взять еще острее, еще конкретнее. Вот эта вот взаимосвязь, она мне представляется принципиальной. Ну и, наверное, ничего нового в этом нет. Сейчас вы видите, что мы просматриваем. Голову немножко посмотрели, да, и шея, да, вставляется в плечи. То есть, у нас уже потихонечку здесь набирается светотень. И видите, что светотень у нас набрана на основе натуры, но набирается она так, чтобы способствовать выразительности форм. То есть, тому, что форма поворачивается сейчас практически на каждой части тела, у нас намечен передний, боковой план. И там, где есть, то там верхний или нижний. Это один момент. И второй момент, что светотень, она еще зависит от того, как эта часть тела развернута к свету или от света. Таким образом, у нас возникает ощущение движения частей тела, да, друг относительно друга, расположения их в пространстве. Вот видите, как мы сейчас набрали боковой план немножко, да, там на ребрах, и форма сразу повернулась. И вот на участках, где мы наносим светотень, у нас на самом месте поворота всегда есть такое легкое усиление. Вот этот момент, он, пожалуй, является ключевым. Сейчас возникают вопросы, да, по поводу штриха, как раз к предыдущей серии. Вот должен сказать, что, в принципе, если попытаться объяснить как-то все попроще, то, по сути дела, я штрихую, ну, не по форме, не совсем по форме, а как бы вдоль формы. То есть, вдоль продолговатых частей тела, а не поперек их, как это было бы при штриховке по форме. Вот, но от, скажем так, строгановки, да, в общем-то, и, наверное, от, в целом, академического рисунка, характерный момент, он никуда не исчезает, это то, что усиление на самом повороте формы. То есть, там, где форма поворачивается, там идет усиление. Оно просто может быть где-то очень жестким, а где-то может быть очень мягким. Может быть, где-то средненьким. Почему я штрихую вдоль формы в основном? Ну, просто из соображений, как бы, так проще, мне кажется, да, в то время, как период, скажем, чисто строгановского штриха, он был в свое время, там, в институте и после института. Но, дамы и господа, должен сказать, что штриху, конечно, как правило, придается значение немножко больше, чем то имеет действительно смысл, в каком контексте. Вот, если сейчас отодвинуться от экрана подальше, да, то вы констатируете, что вы штрих-то не увидите, собственно говоря. Да и так его, наверное, может быть, не видно, да. А что же тогда остается? А вот тогда остается тональность. То есть, мы не видим штрихи, мы видим тональность. Что касается тональности, то видите, что здесь она взята немножко условно. И всегда мне как-то был интересен синтез между академической системой, да, живописным рисунком и между строгановской системой. То есть, между рисунком, идущим от пятна, и рисунком, идущим от формы. И, соответственно, ну, вот в каком-то варианте, скажем, мне кажется, что какие-то находки в этом плане были. Что я имею в виду? То, что сейчас мы берем штриховку как бы на основе натуры, да, но, тем не менее, мы не копируем натуру. Берем тональность на основе натуры, да, не штриховку, тональность, но мы не копируем натуру. А мы на основе натуры берем тональность так, как лучше для того, чтобы формы наши выразительно работали. И поэтому, соответственно, мы подчеркиваем то, что форма меняет направление, подчеркиваем тем, что меняется тон. Это вещи, конечно, банальные, но, честно говоря, я не знаю, как... Знаете, как многие банальные вещи, они чем больше живешь, тем меньше они доказывают свою актуальность. Да, самые простые вещи можно врубаться годами. Здесь у нас поворот формы на предплечье. Но что, скажем так, важно, дело в том, что усиление на повороте формы может быть, как бы, на большом самом повороте, каком-то глобальном. Ну, допустим, вот, поворот с бедра на голень. Но на своем пути он встречает маленькие поворотики тоже. И вот дело в том, что поскольку нам нужно прорисовывать, то маленькие поворотики нам тоже приходится брать, но они не должны большое разрушать. Вот этот момент я считаю важным. Это я пытаюсь просто ответить на вопрос по поводу штриха, который сегодня возник. Ближе к концу ролика у нас здесь съемка идет более близко. Может быть, просто какие-то моменты станут более конкретно понятны. Не забываем отходить на расстояние, смотреть издалека. Сейчас немножко усиливаем мы здесь поворотик. С переднего на трехчетвертной. И вот эта вот часть тоже она здесь. Немножко вбок и вниз. То есть нижняя часть живота, она как бы отвернута от света. И там еще такой небольшой один планчик есть. Ну, конечно, важно, чтобы вы форму, в общем-то, видели и понимали. А видение формы, ну, мне кажется, что все-таки оно приходит не сразу. И, соответственно, оно требует наших неких активных усилий. Немножко рука сейчас не дотянута. Ближняя к нам, да. Ну, вот как раз идет ее некоторое утемнение. Все это боковой план, видите. Боковой план руки. Вот поворот идет по дельте, по бицепсу. Голень. Немножко светится, да. Ну, вот сейчас там внутри коленки тоже идет некоторое усиление. Да, то есть там, где поворачивается форма, там усиление. Периодически нужно, конечно, перемерять пропорции. Но сейчас это почему? Потому что, если надо нам, скажем так, еще тонны добавить на стопе, то надо быть уверенным, что нам не нужно при этом поменять рисунок. Ну, вот видите, там, где повороты формы на стопе, там тоже идет усиление. Немножко нарочито действует здесь жестко. Контрастно. Для чего? Для того, чтобы эти моменты были как бы акцентированы. То, что мы подчеркиваем, подчеркиваем повороты формы. В этом плане, конечно, мужская фигура, достаточно угловатая, жесткая, да, полезна. По сути дела, в каких-то местах уже повороты более-менее взяты. Там, по идее, уже требуется какая-то более нюансная работа. Как здесь, например, да, на руке, на предплечье. И вот, когда какие-то нюансы будут добавляться, там, конечно, возникает вопрос их действительно необходимости. Потому что, если что-то удалось показать работающим ярко, то желательно это, конечно, сохранить, да. Потому что, если потом все сделать вялым и аморфным, то, наверное, это будет не лучший вариант. Ну, вот ластик, да, должен быть острый, да, чтобы можно было подрезать что-то. Ну, рисуем в данном случае без фона. С одной стороны, потому что акцент на форму, с другой стороны, потому что, в общем-то, наверное, все-таки в учебном рисунке фигуры непонятно, нужно ли фоном заниматься, да. То есть, фон, это означает, конечно, среду. Среду, да, она ближе к живописным каким-то задачам. Ну, посмотрите альбом, кстати, рисунок в Суриковском институте. Замечательный альбом, вышел несколько лет назад. И посмотрите, как рисунок для живописцев, да, тоже часто бывает без фона. Не говоря уже о Строгановском рисунке, конечно. Вот немножко мы усиливаем здесь голень. Там кость, да, уточняем форму. То есть, по сути дела, получается так, что вы, когда приходите на очередную часть тела, да, вот вы бегаете, бегаем мы по рисунку, приходим на очередную часть тела, мы должны, как бы, наше понимание формы применить на какой-то части тела, еще лучше выразить, да. То есть, приближать на какую-то часть тела, сказать, ой, да тут же форма совсем не так выражена, хорошо, дай-ка здесь что-то. Пусть что-то усилим, да. Но при этом, конечно, нужно некоторую поправку сейчас внести, то, что при съемке рисунок, он смотрится более контрастно, чем он есть. Да, все в жизни, конечно, значительно мягче, да. Ну, это видно, кстати, по окружению, да, вот вокруг, то, что видите, там какие-то отдельные соседние объекты, кажется, очень контрастными, на самом деле, в жизни все это гораздо более обычно смотрится. Характерная форма стопы, да, большая, обобщенная и характерная. Вот этот момент, он, конечно, принципиальный. То есть, по сути дела, мы во всем должны искать обобщенность и характерность. Ближняя стопа, конечно, сейчас по контрасту уступает, то есть, ее нужно немножечко подконтрастить. Что касается стоп, то у нас был отдельный какой-то ролик, но я думаю, что, наверное, еще нужно, так же, как и по кистям, но должен сказать, что все-таки то, что ставит, скажем, понимание стопы, в первую очередь, это, на мой взгляд, наброски с античных стоп в музеях, да, если есть такая возможность, и, конечно, наброски с самого себя в зеркало, да, они тоже очень полезны, ну, или просто наброски, короткие рисунки стоп из живой модели. Но античные чем хороши, тем, что там форма просто ярко выражена. Вот сейчас, видите, мы усиливаем повороты формы на голени. Ну, немножко еще она, в целом, становится темнее, это лучше показывает то, что голень, она все-таки немножко больше отвернута от света. И вот там тоже перелом формы, да, там на стопе такая площадочка есть, потом скат идет. Здесь тоже поворотик мы немножко подчеркнули, то есть, конец колена, начало голени, вот это светлое место немножко пригасили, видите, лучше, цельнее как бы стало, да, немножко цельнее стало. Коленную чашечку, коленный сустав мы выделяем, чтобы он вышел вперед, то есть, вперед выходит то, что контрастнее. Не то, что темнее, да, а то, что контрастнее, в зависимости от ситуации. Ну, немножко камера сейчас снизу смотрит, да, поэтому сейчас на съемке ножки немножко такими крупноватыми, кажется. Видите, планшет сужается вверх. Светлый участок вот этот на, да, как раз стоит сейчас притемнить, но видите, таким расслабленным как раз штрихом можно это делать. Светлый участок, конечно, требует притемнения, потому что... Ну, в общем-то, он, наверное, там не должен быть так освещен, хотя на фото мы сейчас смотрим там как раз именно это место, самое светлое, да. А по идее, конечно, если свет сверху, то более освещенным должна быть верх грудной клетки. Должен быть более освещенным. Ну, и вот сейчас мы немножко еще прорабатываем. Тут, конечно, надо понимать, что это никакие не кубики, да, не мышцы, а это именно формы. Момент достаточно важный. Ну, и вообще, наверное, там разок хотя бы слепить фигуру, да, мужскую фигуру в контрапосте просто ее вылепить, или не в контрапосте, а просто прямо стоящую. Это, конечно, очень полезно. Вот здесь поворот формы мы усилием на бедре, да, и вот усиливаем по ходу соседние поворотики, небольшие. Небольшие поворотики, но и надо понимать, конечно, что если мы на каком-то месте что-то усиливаем, то тон еще меняется, да. То есть какое-то место становится контрастнее, там рельефнее, вот прямо сейчас посмотрим. Но в целом за счет этого еще меняется тон по всему рисунку, и от этого повороты расположения больших форм тоже меняются, да. Поэтому надо понимать, что это работа в синтезе, то есть ты поработал над деталью, но ты повлиял и на фигуру в целом. Немножко ближнее предплечье еще пока у нас слабовато. Наверное, его нужно будет немножко усилить. Вот опорную ногу, да, мы немножко проходимся, потому что, ну, по сути, она как бы... Она же на самом деле не совсем вертикально идет, она как бы идет под фигуру туда. Причем как при виде спереди, так и при виде сбоку. То есть вот верхняя часть бедра, она больше выходит вперед и больше освещена, чем вся остальная нога, которая как бы немного уходит от света. Ну, плюс там, конечно, нам надо учитывать, что все-таки имеет место загар в данном случае, да. Как это учитывать? Ну, наверное, так, что мы не должны его копировать все-таки, да. Вот немножко сейчас поспокойнее стала голень, лучше стало с точки зрения формы, а то очень светилось. И вот еще светлое место там, где икроножные мышцы тоже, его в дальнейшем, видимо, надо пригасить будет. А вот внизу пока поворот в сторону стопы освещенный, он нужен нам как раз. Вот внутри голени, да, немножко усиления мы чуть-чуть даем. Там, где поворот на боковой план в глубине. Здесь тоже боковой планчик, да, чуть-чуть конкретнее берем. Поворотик на стопе. Мелкие какие-то повороты тоже проходим, ну вот, да, там, окончание дельты. Ну, то есть, по сути дела, мы уже более мелкий рисунок уточняем. По ходу дела. Еще бицепс очень светится, да, на дальней руке. Шея должна быть потемнее, конечно, да, чтобы было понятно, что она, ну, как бы, вертикальна и даже наклонена вперед обычного человека. Поэтому она все-таки немножко темнее, чем плечевой пояс. Здесь поворотик, да, справа от рта. Сам рот. Ну, то есть, по сути дела, мы конкретизируем мелкий рисунок, но конкретизируем его каким образом? Подчеркивая повороты формы, да, но желательно, наверное, чтобы это, ну, не было слишком уж грубовато, да. То есть, не нужно думать, что мы фигуру превращаем в такого терминатора, да, все-таки. Определенное, как бы, изящество надо искать. Вот лобный бугор там у нас появился, да. То есть, видите, что везде есть, как бы, два действия, если говорить о действиях карандашом, везде есть, как правило, два действия. Это некое усиление, да, с уточнением рисунка. И второе действие, какое, как бы, ну, подштриховывание, подтушевывание, такое, наоборот, расслабленное. Вот они в связке идут. При этом, конечно, для того, чтобы было разное давление карандашом, если говорить о штрихе, то у нас карандаш, он, все-таки, перемещается в руке. Насколько нужен этот удлинитель, ну, должен сказать, что, конечно, это вещь абсолютно субъективная, то есть, он нужен, когда карандаш становится уже не новым, да, то есть, когда он укорачивается. Так, в принципе, конечно, какой-то особенной необходимости в нем нет. Поворотики там у нас на ребрах. Ну, там, конечно, желательно не переборщить, да, иначе рисунок начинает дробиться. То есть, вот основная проблема проработки, да, то, что просто все дробиться начинает. Сейчас такая схемка будет на тему того, что разные части тела, они по-разному освещены, в зависимости от того, они повернуты к свету или от света. И вот этот момент, он как раз должен у нас проявляться в рисунке. Да, вот как раз те же самые ребра, да. То есть, чтобы через все вот эти мелкие пятнышки, да, вот эта крупная схема, она работала. Видите, вот бедро в тени, почему? Потому что она отвернута от света. А другое бедро на свету, потому что она согнута, повернута к свету. У руки передний боковой план, да. Шея в тени, потому что она как бы отвернута от света, да. А туловище, оно внизу в тени, да, вот там, где ниже пупка отворачивается, да. Вот голова, ну, напополам, да, получается. Вот эти моменты, конечно, важно видеть, потому что чем дальше вы прорабатываете, тем больше может быть просто раздробление. Ну и вот светлая часть туловища, видите, она делится на освещенную вверху и более темную, и внизу еще такой более светленький участок. Вот на руке тоже мы дробим, на куски уже такие, как бы, чуть более темные. Вот такой момент, конечно, желательно его держать в сознании, стараться, да, вспоминать о нем хотя бы, чтобы все-таки поцельнее немножко все было. Потому что, ну, конечно, проработка, все это хорошо, да, и можно вообще очень выточенный рисунок сделать, да, и тщательно и долго работать, если есть терпение. Но важно, чтобы работала на целое, независимо от стадии, от количества времени, которое вы можете посвятить. Ну, там пальцы в тени, да. Немножко катану мы никак не прорисовываем особенно. Ну, потому что она вторична. Потому что она вторична. Но, конечно, наличие предметов, оно как-то делает... С одной стороны, позволяет натурщику и на набросках, и на постановках встать в более интересную позу, и, конечно, делает все более образным, да, вот то, что обнаженный мужчина, как бы, ну, и вот есть еще какой-то предмет, и сразу, в общем, смотрится как-то достаточно красиво. Вот здесь уже, конечно, видите, вот эти усиления, которые я сейчас даю. Вот там сейчас поворотик на стопе был, да, полезный. А так, в принципе, если просто сейчас начать темнить, то можно быстренько все загрубить. Тут, конечно, надо аккуратней. Вообще такая стадия, когда надо уже снова вспомнить, что нужно почаще отходить. Здесь усиление немножко за счет этого вышло вперед. Кстати, у нас открылась, открылся паблик ВКонтакте, посвященный консультациям по вашим рисункам, да. У меня на страничке есть ссылочка, да. Добро пожаловать. Ну, вот здесь абрис, да. Ну, тут абрис, конечно, это не просто... Это, на самом деле, там боковой планчик такой темный, да, вот на теле, да. То есть, это не просто... Не просто учернение контура, да. Просто так свет лежит, что боковой план, который темный, да, совсем небольшая площадь там по краю, да. Да, он похож на обводку. Ну, вот важно стараться все-таки отходить на расстояние, смотреть издалека. Желательно то, чего никогда не хватает нам, на самом деле, включиться, да, просмотреть. Сейчас, конечно, на записи немножко черновато все это выглядит, а в жизни-то оно в реальности полегче. Усиление внизу, там на шее, да. Там, где поворачивает уже тень, собственно, на падающую такую, да. И грудинно-ключично-сосцевидная мышца там у нас появилась. Ну, вот сейчас как раз немножко поближе. Поближе, да, довольно... Не сказать, что все это смотрится особенно аккуратно. Ну, так уж как есть, да, тут. Сложно, скажем, изобразить то, что тебе не свойственно. Поэтому вот... Но, с другой стороны, я должен сказать, что вот... Вот за этим, как бы, таким размашистым рисунком, да, для меня, в общем-то, тоже стоят достаточное количество лет каких-то поисков и размышлений. Поэтому не просто такая вот неаккуратность, да. И, в общем-то, надо сказать, что размер рисунка у нас А3, да. И поэтому сейчас, в принципе, в зависимости от того, как у вас, в какой размер открыт ролик, да, можно более-менее увидеть фактически чуть ли не в натуральную величину все это дело. А может быть, даже и крупнее. Вот там поворот формы на верхней части головы, да. Здесь немножко затылка добавили, там рефлекс при этом сзади остался. Так, просматриваем по всему. Ну, вот основная проблема, когда приближаешься, то, поскольку везде работаешь, то перестаешь в кадр попадать. Потому что нужно же рисовать, а не за камерой следить. Ну, конечно, важный момент, что, видите, оно при всей своей, как бы, такой размашистости с расстояния складывается в нечто. Почему? Потому что мы, ну, как нужно, стараться чаще отходить. Вот именно поэтому. Кисть, да, пальчики прорисовываем. Там чуть попозже будет покрупнее. А вот с пластикой, да, сразу с пластикой. Достаточно важно. То есть пальцы желательно сразу не просто такими, как бы, брусочками, а всё-таки ещё и изогнутыми брусочками, да, то есть с пластикой, с характером. Насквозь, естественно, да. То есть когда что-то чем-то загораживается, то мы рисуем это насквозь. Ну, и вот схема кисти сейчас будет у нас отдельно, немножко покрупнее. Указательный палец появился, да. Ну, пластика в основном, она ещё и на последних, на ногтевых фалангах, да, отражается в том, что фаланги эти изогнуты, да. Основание большого пальца, да, такое оно, достаточно, как бы, мясистое. Пошёл большой палец, тоже у него ногтевая фаланга большая, изогнутая такая. В целом характер, да, кисти, как бы, нужно. На самом деле, ведь надо сказать, что даже очень короткие наброски, в которых двумя-тремя линиями изображена кисть, они, конечно, очень много дают, если мы стараемся ухватить именно характер кисти. Но на характер, конечно, в первую очередь влияет пясть, да, то есть та часть кисти, которая вот до пальцев, да. Вот сейчас, конечно, острый эластик очень даже, как бы, необходим, да, для того, чтобы расчищать небольшие участки. Но вот там свет, то есть сейчас надо будет задать светотень так, чтобы всё перестало быть одинаковым. Ну, кстати, сейчас при приближении, в принципе, очень хорошо видны все вот эти моменты с тем, что у нас на поворотах формы, когда на разных участках тела усиливается светотень. Вот там, где форма поворачивается, там светотень как бы немножко усиливается всегда. Ну, естественно, если мы делаем кисть, сразу надо посмотреть руку, да, предплечье, чтобы она естественно сидела. А то, знаете как, только уйдёшь в рисовании кисти, сразу станет понятно, что всё надо переделывать целиком. Поэтому вот мы что-то такое взяли, надо сразу осмотреться рядышком всегда, да, какую-то часть тела, если берёшь, надо рядышком осмотреться. Мало ли чего там вообще, может, не на своих местах. Вот так довольно жирненько, конечно, смотрится, да, вблизи, в жизни-то оно может полегче немножко всё-таки. Вот теперь можно всё это немножко потоньше, видите, такой карандаш более тонкий, ну, либо можно взять обычный карандаш и его заточить. По большому счёту это без разницы, видите, мы берём контур более конкретно сразу, с поворотами силуэта, да. Не форма уже, а силуэта, да. То есть там, где, условно говоря, мы можем сказать, что контур тоже делится на участки более прямые и больше углы. И вот нам надо их проследить. То есть сначала мы взяли какой-то общий характер, теперь уже мы можем брать конкретный контур. Вот такая взаимосвязка получается. Ну, с фотографией сейчас, конечно, весьма условно можно сравнивать, потому что всё-таки постоянно небольшие изменения, они должны происходить. Стараемся подчёркивать, да, где поворачивает контур, да, чтобы уйти от таких, знаете, аморфных таких овальчиков, да, абстракций. Здесь важное место, начало кисти, да, переход из предплечья в кисть, он, конечно, является ключевым для изображения кисти. Здесь фаланга, да. Ну, и здесь, как бы, тень, да, мы даём. Поскольку много линий, то, конечно, нам необходимо уже здесь всё это разбить по тону, для того, чтобы всё не сливалось в одно. Поэтому даже, ну, такая некоторая декоративность такая, да, чтобы чётко работало, одни формы не сливались с другими. Ну, направление штриха, видите, мне всё-таки удобнее, как бы, вдоль поворотов формы, да. Не поперёк, а вдоль. Ну, и контур здесь, конечно, играет роль, достаточно существенную, в данном случае. Потому что рисунок короткий, да, у нас пока что, и, в общем-то, не особенно будет длинный, поэтому в коротком рисунке всё-таки контур, он достаточно важен. Ну, вот, как-то мы наметили, да, примерно эту штуковину. И сейчас нам нужна здесь уже светотень, так, чтобы всё не сливалось. Там согнутый, согнутый указательный палец, да, там остался. И вокруг мы обкрашиваем, чтобы пальцы работали чётко. Вот, ногтевая фаланга, да, нужно понимать, что она изогнута, ну, и предыдущие фаланги тоже немножко имеют пластику. Ну, тут не вопрос, на самом деле, того, что там катана чёрная, да, там ножны или не чёрные, просто нам это удобно здесь, да, заметить, что ножны чёрные. Для чего? Для того, чтобы пальцы просто оторвать от фона, чтобы они не сливались. Вообще, конечно, получается, вот, изображение больше натуры уже, да, поэтому штрихи, конечно, они тоже больше натуры, это надо, конечно, учитывать. Если вы раскрываете достаточно крупно, да, вот у меня сейчас где-то, наверное, с четверть монитора или больше изображения, и, в общем-то, уже, наверное, с увеличением всё это можно в этом случае видеть. Но, конечно, ещё раз то, что всё не должно быть таким чёрным, да, то есть, в жизни оно несколько полегче. Ну, вот, собственно, я решил сейчас убрать фотографию, да, потому что иначе просто... Иначе просто некуда девать. Наш рисунок... Всё-таки немножко недостаточно чётко он сфокусировался на автомате. Вот повороты формы, да, подчёркиваем сейчас на предплечье тоже. И, конечно, то, что всё белое, да, это надо сейчас ликвидировать. Оставить с белым только небольшие участки. Вот здесь вот, видите, такой переломчик такой тоже на запястье там полезный. Таз, да, тоже, видите, мы подчеркнули там силуэт таза. Ну, здесь всё поцельнее. Ненужное освещенное мы убираем. У пальцев тоже, видите, освещенные торцы и темнее туда. Вот здесь поворот, это начало ноги, да, по сути. Здесь немножко, видите, трёхчетвертной план чуть потемнее. Здесь изгиб идёт на ноге, да, такой характерный, там партнёржная мышца проходит. Ну, и вот опять она уходит из кадра. Вот здесь тоже, да, немножко у нас потемнее. И пальцы поконтрастнее для того, чтобы они ещё выдернулись. И лишние светлые места надо убрать. Здесь тоже, видите, поворотик, да, на фаланге. И вот здесь тоже. так ну вот дальняя кисть немножко надо ослабить для того чтобы все взять уже просто чуть-чуть конкретнее немножко вот здесь мы тоже берем конкретнее то есть по сути дела понимаете можно конечно сразу все рисовать более конкретно но проблема что дробность может быть да так если последовательно приближаешься можно как тут сохранить целое хотя если прорабатывать конечно все фотореалистично то конечно лучше тогда сразу делать все очень подробненько с первого же слоя но это уже по сути не рисунок будет непонятное занятие такое так ну вот у нас пошли здесь соответственно костяшки да и фаланги дальше с пластикой по возможности среднего пальца костяшка немножко сбита получилось поворот формы да на костяк на основании костяшки указательного пальца а у среднего надо сейчас немножко передвинуть но вот мне конечно лично мне нравится так немножко бы структурировать да все эти все разговоры конце 19 начале 20 века до периоде модерна когда как бы нравилось тоже художникам форму немножко так структурировать даже такое модное слово появилось подкубливать но и собственно кубизм тогда зарождался до но в данном случае просто это удобно конечно да то есть ты как бы применить на каждого места ты решительно берешь где форма поворачивает первым же действием дальше если хочешь можешь все это дело смягчить но как бы ты важное заложил в этом случае но этот просто мне так удобно естественно что это абсолютно не догма такой способ работы гардом мы наметили да сейчас гарда называется на цуба до японских мечей там внутри тень но и сразу видите немножко у нас пространство начинает появляться за счет того что появилась светотень появляется объем и пространство вот здесь где-то поворот формы должен будет усилиться потом на запястье опять конечно карандаш у нас выходит за рамки рисунок более верно линия не одинаковая также как наброски то есть если есть линия то пусть она все-таки играет ну и вот на как бы повороты формы это дело делим немножко на самом запястье сейчас пока абстрактно поворот особенно вот та часть которая ближе к нам которая выступает в нашу сторону вообще ничего нет но из сосуды до вены их в принципе можно делать можно и делать по желанию да вот интересно что поворот счет на кисти есть вот такой диагональный заворачивается по диагонали кисть по сути ну вот там у нас костяшка среднего пальца все никак не конкретизируется вообще конечно при сильном увеличении все это хочется сразу делать несколько изящнее да но тут надо иметь ввиду конечно что если мы смотрим больше натуральной величины то много чего много каких мыслей может возникнуть здесь у нас много белых участков видимо что-то надо будет сейчас пригасить много одинаковых белых участков тоже и вот у нас бицепс до угловая мышца поворот форма здесь на боковой план да то есть ведь у нас бицепсом как раз достаточно геометричен на самом деле это часть руки ну и к низу он немножко загибается становится потемнение темнее ну кстати указательный масштаб на масштаб указывает конечно размер карандаша и пальцев да немножко мы обрез взяли туловище поконкретнее угол мышцы поворот ну вот немножко мы сейчас как бы конкретнее да взяли это место ну и надо сказать что конечно постепенно да он как бы чуть помягче становится рисунок будучи более длительным естественно что если у нас рисунок длительный то мы можем все соответственно соответственно переходы тональные взять более мягко ближе к натуре если он короткий то нам важно в каждом месте принципиальное решение да можно так сказать немножко уточняем костяшку там конечно вот складочка между костяшкой среднего и безымянного пальцев да немножко такая вот сейчас не совсем естественная еще ну и в этот момент важно нам понимать что вот костяшки они конечно не на прямой линии должны быть это я уже как бы себе говорю потому что сейчас немножко такое впечатление как будто они по прямой а на самом деле там же по среднему пальцу такой вид как бы выступ скорее да вперед и все это вместе в такую дугу да должно складываться ну вот как то наверно так у нас наша эта серия подходит сейчас концу осталась у нас одна серия посвященная этому рисунку собственно говоря она наверно будет уже там более какая-то такая более нюансная по тону спасибо вам за внимание дамы и господа всего доброго хороших вам рисунков до новых встреч до свидания и и Продолжение следует...